всем привет ребята вы на канале джили джили с вами июля сегодня я вам хочу показать отель long beach garden находится в районе нокуа в паттайе вот такой отель сегодня покажу подробный обзор также покажу завтраки в этом отеле довольно таки красиво у него есть территория также это первая линия то есть пляж находится прямо рядом с отелем что тоже огромный плюс этого отеля что не нужно никуда идти прям выходишь и рядом пляж также есть бассейн и сейчас вам покажу все подробно по площади этот отель довольно таки большой он вмещает себя много номеров и также тут огромная столовая и очень вкусно завтраки но я вам все тоже покажу покажу сами завтраки только попозже так смотрите сейчас мы уже заходим отель тут есть рыбки я не знаю видно нет тут они черные а еще в одном таком вот так сайт бассейне плавают уже золотые рыбки я вам тоже покажу вас видеть какие рыбки так ну что же давайте заходим когда мы заходим мы видим вот такой вот холл тут очень много диванчиков смотрите какой огромный рецепшен вот например есть пегас также вот все необходимая информация и также давайте пойдем далее я вам покажу что тут еще есть размер этого отеля просто гигантский тут даже есть холли такая вот кафешка можно что-то себе заказать также есть купить и бар есть какие-то пироженки там есть телефоны можно позвонить наверное это платная услуга давайте посмотрим я таким ни разу не пользовалась ну вот телефон например панорамные окна прям до потолка что тоже очень красиво можно наблять за природой за стеклом вид на вот такие вот многоэтажки как видите тут такая крутая лестница можно подняться до на ней подняться по ней до третьего этажа а дальше там еще одна есть лестница но она очень красивая светло и вон там находится столовая на первом этаже также тут есть туалет и также столовая в которой мы завтракаем можно посмотреть что находится внизу но сейчас я тоже что там вам все покажу даже есть водопадик ты 4 лифта что тоже удобно что все успеют приехать вовремя также смотрите есть антисептики на каждом углу практически так поднимаемся по такой вот лестнице на третий на второй этаж сначала я покажу что на втором этаже потом покажу что на третьем честно не знаю что тут на втором этаже обычно потому что тут никогда нет людей тут есть столики можно также тоже посмотреть панорамные окна я туда же кстати ни разу еще не было какие-то конференции наверное проходят я думаю встречи с гидом тоже есть туалет ну как видите абсолютно пустой тут наверно конференции разные ну и все в этом духе еще какая-то дверь тоже думаю там какой-то зал и вот так выглядит сам отель точнее сам холл люди тут приехали только что вот такой огромный смотрите как он большой прям покажу как вообще выглядит каждый этаж потому что на каждый конечно же я не буду там подниматься где уже жилые номера есть жилые помещения я вам покажу просто как вообще в целом выглядит например третий этаж на котором как раз таки я и живу и начинаются номера это третий вот так выглядят номера и этажи в этом отеле я например живут по этой стороне и тут получается меня есть вид на море и вообще у всех этих номеров вот тут вот есть видно море у этих не знаю вроде у этих нет вот сколько номеров включает себя один этаж видите он прям очень большой и давайте пойдем прям самый конец как видите эта лестница уже на четвертые далее тоже и вот такой вот прекрасный тут вид смотрите там плавают рыбки я вам тоже покажу это уже так сказать наверное нулевой этаж потому что он находится практически на улице также вот такие вот тут красивые стекла окна и вообще мне так нравится этот отель уже приезжаю сюда третий раз и ни разу не пожалела также убираются тут отлично по постели постели меняют практически каждый день даже может быть каждый день поэтому этим отелем я довольна сегодня как раз у меня уже последний день в этом отеле ну получается крайний перед вылетом и поэтому я могу сказать с радостью что всем рекомендую этот отель сейчас вам покажу еще этаж потому что огромный отель просто вообще так смотрите сейчас я спустилась вниз и покажу вам что тут находится потому что тут есть разные развлечения конечно за определенную плату но все-таки они тоже присутствуют смотрите вот плавают рыбки красивенькие так же тут наверху тоже есть какие-то диванчики кресла столики можно покушать и брать например еду я думаю с улицы и тоже тут кушать никто особо не смотрит вечером утром то возможно тут работает кафе как видите есть даже меню наверное давайте посмотрим да меню даже есть можно то что-то заказать такое меню есть включено получается в нашем отеле тоже кафе и из развлечений тут есть бильярд цены вот вы видите 150 бат час продается мороженым можно купить прямо в отеле не выходя из него еще плюс для родителей например есть детская комната конечно же она за определенную плату но зато за вашим ребенком посмотрят вот цены то есть полный день стоит 650 бат один человек то есть вот можно полный день заплатить это то есть 1300 рублей как садик получается носки 50 бат и вот это время там определенное 100 бат получается работы с девяти до шести можно оставить ребенка комната в принципе большая красочная красивая сейчас вам покажу вот смотрите какая большая тут много игрушек поэтому думаю что детям тут есть чем заняться конечно же за определенную плату не как например в турции там где есть уже включен вашу стоимость поездки и в отель уже детский клуб но тут можно заплатить и получить вот такой вот комнату развлечений также тут прямо на территории отеля тоже есть массаж массаж массажный салон и даже присутствует магазин не выходя из отеля можно даже что-то уже купить вот такой магазин сейчас мы пойдем уже на море и я вам тоже покажу какая у нас красивая территория тут заход так сказать вход в столовую тоже второй можно зайти из пляжа например если вам неудобно заходить вы например сначала покупались а потом пошли на завтрак вот это красота сегодня у нас паспортная погода к сожалению но я вам тоже конечно же все показываю и несмотря на это тепло вот свин свинку и пул тоуэлл сервис вот смотрите тут можно взять полотенца а тут уже начинается бассейн это первый он довольно глубокий вот сейчас вам покажу сто восемьдесят сантиметров во всей территории тут есть лежаки конечно же их не очень много ну в зависимости от того сколько посетителей ну у нас например очень много гостей поэтому конечно же лежаков не всегда хватает но все таки это не проблема лежаки освобождаются и потом можно тоже его занять поэтому ничего страшного вот такая вот территория возле бассейна а вот и сам бассейн вот детская зона восемьдесят сантиметров всего также тут есть водопадик и вот сам бассейн вот там тоже написано сколько он вот с этой стороны вид и вот наш отель смотрите тут можно также арендовать вот эти надувашки вот смотрите это спортивный клуб ну мне туда нельзя потому что я сейчас в тапках но также тут он присутствует и можно заниматься спортом даже на отдыхе довольно большой тут есть беговые дорожки ну и все остальные тренажеры также есть вода ну что ж вот мы подошли к самому прекрасному к морю лежаки тут тоже есть зонтики некоторые видите убраны потому что пасмурно смысла их нет и сейчас мы пойдем уже к морюшку и я вам покажу как оно вообще выглядит есть кошка какая-то также тут тоже есть кафе мы тут даже несколько раз обедали но сейчас все уже закрывается потому что уже 6 часов близится вечер есть и блинчики я сегодня и смузи пила но видите закрывается потому что уже вечереет есть и вот такие сидящие просто лежачки и вот само море вот такая красота такое море вот такая красота такое море сегодня оно как-то вообще не убавилось очень странно вот смотрите так же можно взять приветственный напиток при заезде в номер даются купончики можно выбрать я например выбрал колу Настя Фанту вот на рецепт ну тут холли так сказать сегодня мы едим в свою столовую я вам покажу что там есть и что я буду кушать вот такая вот столовая сейчас будем туда заходить как видите довольно таки она большая тут много столов есть например на улице есть и в помещении и сейчас я вам покажу что тут вообще чем кормят когда мы заходим мы видим тоже столы также мы видим булочки кулацаны также тут есть конечно же и хлеб есть тостер давайте посмотрим что это это тоже какой-то десерт также есть джемы есть масло и сейчас пойдем далее тут мы увидим фрукты ну давай сейчас пока что вам покажу еще тут овощи также есть йогурты йогурт это йогурт соусы разные и как раз таки овощи тут еще есть вкусные помидорки черри но почему-то я их тут не вижу наверное попозже выставят дальше мы видим хлопья три какие-то вида также тут есть сок апельсиновый и яблочный и есть молоко тут также есть и фрукты еще тут бывают ананасы бывают бананы но в зависимости от того насколько вы придете на завтрак еще тут есть арбуз и какая-то джекава не знаю что это такое ну вот много арбуза еще есть и ананас но его что-то сегодня нет не знаю почему сейчас я вам покажу еще что тут рис обычный далее это жареный рис с курицей это рыба в кляре это какое-то китайское блюдо написано с мясом то есть курица в соевом соусе тут тушеные брокколи и также еще вот какое-то тоже потата это картошка есть есть также суп суп с курицей так понимаю есть под тай тайское блюдо также вот еще есть разные заправки к нему соусы если я правильно понимаю это луковый суп необычно далее идут сосиски двух видов с курицей и с и со свининой или говядиной два вида сосисок также есть кетчуп ветчина и еще вот такие вот это тоже рыба как видите запеченная в кляре хрустящая такая далее мы вышли на ульф видите тут тоже огромная пространство и сейчас напишу что тут готовится ну как вы сейчас увидите тут готовят яичницу и яйца также в крыту наверное два вида омлета вот все красные готовы смотрите вот еще тоже что-то тут и так же тут еще есть панкейки но почему-то их сейчас тут нет нет оладушек правда также что-то есть вот тут но честно я не знаю что это такое что-то тоже готовят вот смотрите необычное ну честно я ни разу это не пробовала не знаю что это вот видите бульон рисовый можно выбрать вот также вот смотрите это вообще не знаю что это там написано какое-то аллоу бай вот а это вот сами можете видеть наверное что-то тоже китайское луку конечно же тут есть и горячий чай и горячий кофе он кстати находится много где вот вот панкейки о которых я вам говорила ну чтож я вам показала нашу столовую батальон бич теперь я вам хочу показать что я буду кушать и завершать уже это видео сосиски с омлетом также вот такие вот булочки не знаю все или нет просто взяла попробовать и также арбузик ну чтож это было все на этом все спасибо что посмотрели это видео обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал с вами была ваша Юна всем желаю счастья и добра всем тоже приятного аппетита кто кушает и всем до новых встреч пока-пока